Сегодня, наверное, уже нет людей, которые не знали бы о существовании конструктора Лего. Многим он запомнился именно по вот этому неприятному моменту, а другие, более аккуратные люди, не распрасывали детали по дому и собирали всевозможные постройки. Однако сегодня мы расскажем вам о пятёрке действительно грандиозных построек из Лего. 36-летний IT-консультант решил, что он должен вывести своё хобби на новый уровень, и под новым уровнем мы подразумеваем создание такой детализированной и огромной конструкции из Лего, что вы могли бы ею раздавить человека. Он решил воссоздать 7-метровую реплику авианосца Интерпид. Однако это ещё не всё. Кроме того, что длина авианосца составляет 7 метров, он ещё и весит 158 килограммов, а на его создание ушло более 30 тысяч кубиков Лего. На разработку и постройку авианосца у мужчины ушли сотни часов, и он сделал модель невероятно детализированной. Когда его спросили, почему он решил построить такую огромную модель, он ответил, что в детстве любил играть в Лего. Несмотря на то, что в мире существует огромное количество невероятных построек из Лего, один человек решил вывести строительство из Лего на новый уровень, и построил из деталек настоящий функциональный дом. Дизайнер, а также сотни людей, которые согласились помочь, потратили огромное количество времени, чтобы построить этого монстра. К сожалению, эта история не с счастливого конца. Как оказалось, никому не нужен был дом, сделанный из трёх миллионов кубиков Лего. Поначалу Лего Лэнд подумывал взять его себе, но потом решил, что перевозить его будет слишком дорого. Кроме того, соответствующего разрешения на строительство у мужчины не было, поэтому дом должен был быть снесён. К счастью, кубики Лего удалось спасти и отдать на благотворительность. Чтобы провести рекламу нового отдела Лего Лэнд в Виндзоре под названием Королевство Фараонов, огромную пятиметровую статую фараона провезли вверх по реке Темза. В общей сложности эта статуя проделала путь на лодке почти 2500 километров, от Чехии до конечного пункта назначения Лего Лэнд в Виндзоре. Для постройки этой статуи у экспертов ушло полгода и несколько сотен тысяч кубиков Лего. Статуя весит целую тонну. На разработку и постройку нового отдела ушло примерно 3 миллиона евро, и он уже открыт для посетителей. Один мужчина по имени Кевин Уолтер является по-настоящему большим фанатом Властелина Колиц. Ему также очень нравится Лего, поэтому он был страшно недоволен предлагаемыми наборами Лего. Он решил бороться с этой проблемой сам. Построив гигантскую реплику Барадура, главной крепости Саурона, из Властелина Колец, высотой с человека среднего роста. По-видимому, на постройку башни ушло 50 тысяч кубиков, что поразительно много. На создание башни он также потратил почти 3 месяца. Детализация просто потрясает, особенно если посмотреть на глаз Саурона. Всемирно известная компания Лего в очередной раз доказала, что из пластикового конструктора можно собрать всё что угодно. Даже настоящий спорткар. Специально для гонок 24-часового Лимана леговцы подготовили Porsche 911 RSR, кузов которого сделан из 380 тысяч деталей. Правда, легообразным является лишь половина купе. Бесспорно, вышло очень круто. Причём настолько, что издалека наверняка трудно заметить, что автомобиль наполовину слеплен из игрушечного конструктора. А если машина посмотреть поближе, то можно увидеть, с какой точностью маленькие кирпичики воссоздают реальный образ модели.